Базар 22 представляет Но я решил просто переделать выпуск под Базар 22, так как это устройство до сих пор рабочее. И не только это главное. Потом в конце немного анонсирую о том, что дальнейшая судьба с нашим каналом. Вот такая вот коробка, конечно, потрёпанная жизнью. HQ 71-40. Как поясняет, время зарядки и работы, питание от аккумулятора, питание от сети и от аккумулятора, время зарядки и работы. 100-240 вводит. Гарантия 2 года. Что ещё сбоку? Что нам подскажет? Запонтентованная система Reflex Action. Автоматически подстраивается к каждому изгибу яйца и шеи. Отдельные плавающие бритвенные головки. Индикаторы полной степени зарядки и процессор зарядки. Аккумуляторные батареи. А также подпружиненный выдвигающийся триммер. Соответственно, вот так вот выглядит сзади. Что у нас скажет Philips? Ещё больше безупречное бритьё. Сбривает даже самые короткие волоски. Самые короткие волоски. Это да, может как-то сбрить. Это да. Сам проверил. Система точного подравнивания. Прецис... Как там называется? Кьютин. Сбривает даже самые короткие волоски. Суперсистема. IftonCute. Безукоризненное бритьё. А также... Моющаяся бритвенная система. Простая очистка под струевой воды. Кстати, действительно так можно... Не только щёткой, но и водой. Вот так вот предусматривает. Точнее, даже предусмотрел производитель Philips. Вот этой бритвы. Что так может быть. Раскрываем упаковку. Немного покажу, что внутри данной коробки. Естественно, у нас инструкция. 71 серия. Тут, конечно... Я смотрю, бритва постарше. Тут, смотрю, индикатор. Вроде даже низкого заряда батареи. Что я и зарядки. Да он таки хорошо продуман. Тут на разных языках. В том числе английский, болгарский, казахский. Даже румынский, русский. Украинский. Сербский латиница. Русский у нас на 122-й странице. Такая вот книжечка. Достаточно большая. Вот, пожалуйста, внимание. И всё такое. Как там происходит? Как там вообще? Сама бритва. Бритва в таком виде. В синем цвете. В молодёжном таком расцветке, можно сказать. Потом покажу, что к чему и как. Щётка, естественно. Не родная. Сама родная зарядка. Вон она. Вот такая вот зарядка. Написано. ФИИПС. В таком расположении сделана в Китае. Забегая вперёд, сразу скажу, что заряжает действительно 8 часов. То есть, почти день. Тут сразу подсказывает производитель в том, что не надо розетку резать. С таким штекером. Не потеряйте зарядку. Тут вам не микро-USB, а такое вот, фирменное. Я бы сказал. Так, отложим в сторону это всё. Зарядку потом достану. Как это вообще работает? Индикатор зарядки. Чаш. Вот сама бритва. С защитной крышкой. Вот так вот это выглядит. Нажимаем на эту кнопку. Открывается. Для очистки. Или для очистки под струёй воды. Под струёй воды. Это нужно, во-первых, снять вот эту штуку. А во-вторых, уже можно спокойно промыть. Беспрепятственно. Чтобы не повредить данную штуку. То есть, штука сменная. То есть, выдвигается. А ещё. Смотрите. Открываем. Можно для полной очистки спокойно вынимать это всё. А потом... А потом... Даже... Могу показать ещё, что и это вынимается. Чтобы хотя бы поняли. О чём я говорю. Потом, после очистки, вставляем обратно. Блин, как я круто снимаю. Так. Вставляем. Закрываем. И... Можно спокойно вставить обратно. И закрываем. Кнопка. Соответственно, когда работает бритва, вот эти индикаторы горят. О чём повествует о работе данной бритвы. А ещё работает вот такой вот механизм. На заднейшей стороне вот такой вот триммер. Дополнительное такое бритьё. Индикатор зарядки. Когда заряжается, горит. Когда полностью заряжена бритва, мигает. На нижнем торце. Тут, по-моему, и проушно для крепления ремешка. Хотя тут ничего такого не вижу. То есть что. А вот сам, можно сказать, фирменный разъём для зарядки данной бритвы. Вот так вот выглядит сбоку. Тут ничего такого сверхъестественного нету. Вот. Сделано в Голландии. Такой вот глянцевый. Такой вот яркий синий корпус. Довольно-таки молодёжный. Включается-выключается. Единственная кнопка включения. Это всё, что повествует данная бритва. И напоследок покажу зарядку. Подключаем в сеть. Вставляем. И вот так вот. Выгоди, давайте хотя бы поближе. Так вот горит индикатор зарядки, чаш. Если горит, значит заряжается. Если мигает, то вы знаете, что бритва заряжена полностью. Бриться, конечно, с этим можно. Что ж. На этом выпуск окончен. Большое спасибо вам за внимание. Да, ещё хотел сказать что-то в конце. Я анонсирую в конец ноября, можно сказать. В конце ноября будет такой выпуск на канале БЗРТ номер один в том, что... Какова дальнейшая судьба моего канала БЗРТ номер один? К сожалению, прошли те давние счастливые времена, когда авторы Ютуба спокойно подключали монетизацию. Сейчас всё сложно стало. О чём даже повествуют всякие информации про монетизацию. В том числе и на Ютубе о том, что с монетизацией теперь туго. А вот AdSense это действительно, скажем, геморрой, минимальная выплата 100 долларов. И то есть серьёзные недостатки. И теперь не знаем... Точнее, не знаю, как буду работать с этим каналом дальше. Об этом подробнее будет в конце ноября, как я уже сказал, вначале. Как говорится, повторение. Мать учения, чтобы хотя бы запомнили. Сейчас, конечно, время течёт, всё меняется. Но в 2018 году по сравнению с 2015 годом, как вы, наверное, уже заметили на Ютубе, Уже упали, можно сказать, просмотры. Если раньше, например, в 2015 году я какое-то видео выложил, например, тогда Nokia 107 Ringtons, к примеру. Или даже Nokia 220 в 2016 году. Тогда ещё на варианте Звонка ТВ набирало 20 тысяч просмотров. Выложил я на своём канале Nokia 220 Ringtons. Просмотров меньше. О чём говорит? Половина им больше не интересны, можно сказать. Хоть какая-то половина интересов осталась, кто-то вспоминает. Но, к сожалению, есть такие люди, которые... Но это всё, опять же, подробнее будет в конце ноября. Я даже не знаю, что буду говорить дальше. И вообще, давайте о серьёзном. Давайте не будем говорить о том, что какими телефонами пользуемся. И ещё что, потому что сейчас такие особи появились. Вот раньше я не знал. Я думаю, найдутся особи, которые интересуются так же, как я. Но потом так вышло, что не всё так просто. И опять же, тоже будет подробнее в конце ноября. Так что берегите себя. И до свидания. Может, какое-то время. Может, завтра. Какой-то обзор могу переделать на свой монитор Samsung. Из-за офигевшей новости в том, что YouTube могут закрыть, хотя это не точно. Может, даже не закроют, а наоборот, уже стащат. В связи с тем, что там, типа, в Евросоюзе хотят внедрить Арктикуль 13 в том, что из-за вот Арктикуля 13 могут потерять свободу слова в интернете. будет всё жестоко. Так что... Если это так, то... Надо готовиться снова к реальной жизни. Канел... Так... Канал, конечно, не закрою. Я хоть какие-то обзоры буду снимать, да. Хоть, конечно, будет этот канал наполовину закрытым, но так и иначе я всё равно буду как-то, как-то съедить. И в какое-то время снимать свои обзоры в дальнейшем. А ведь могу снова опять продолжать на кнопочные телефоны снимать обзоры. А ведь остаясь юди, которые хочет купить именно кнопочный аппарат, например, Philips, Xenium. Есть такие взрослые юди, которые покупают кнопочный аппарат. И юди именно хотят, чтобы объяснее, как в дальнейшем пользоваться данным телефоном, например, как заблокировать клавиатуру, как работает голосовой и сам динамик. А ведь я немного огорчён в том, что некоторые, допустим, крупные каналы не рассказывают про то, как работает голосовой динамик и сам динамик на кнопочных новых аппаратах, что действительно меня стало в ступор. Поэтому даже не знаю, что дополнить. И вообще, давайте быть серьёзным. Не надо грязи. На этом всё. До свидания. До свидания. Субтитры